Всем привет! Сегодня я решила сделать видео вязального характера для моих дорогих вязальных зрителей. Я сейчас гощу мамы, чему очень рада. И вот мама достала свои вязальные корзиночки. Сейчас я тут немножечко посмотрю, что у нее есть. Ну и покажу вам. Мама, конечно, стесняется, смущается, говорить не надо, но я сейчас попробую все-таки хоть немножечко показать вам. Мама тут вытащила пряжу, которая у нее имеется. Она вот боится, что я тебя вам не снимаю. Вот это она мне хочет отдать. Не хочу, говорит, вязать такую тонкую ниточку. Что от платья осталось? Вот это твое платье. Ты бы хоть еще показала бы свои эти вещи. Ничего, больше ничего не буду вязать. Нет, смотри. Вот эти вот остатки. Леоцель. Это же троицкая, да? У меня платье. Остатки от моих платьев. А вот это ты так себе ничего не связала. Вот тут даже новые лежат. Ну, посмотрю, я может. Взвешать тут тебе на платье, на кофте. Смотри, какие тяжелые. Ну да, они же и тонкие. Тут, наверное, по два мотка крючком. Ну, в общем, вязать, вязать. Вот, Ален. Это мы посмотрим. Да, это тоже сюда же пойдет. Остатки от Мирошкиного пледика. А это, Ален. Ему нужен еще такой. Может быть, как его? А это остатки. Будешь эти? Ирландская? Да. Угу. А это вот... А это у тебя Дива. Дивушка. Красивая такая. Красивая. Вот, видишь? Сейчас. Мама достала тут свои платья. Это надо. Оно длинное, некрасивое. Ой, ты хочешь его распустить? Да. Может, оно тебе подойдет? Мам, нет. Ты вот вверх уберешь, распустишь. Оно снизу вверх. Мам, я не буду... Оно... Так ты, может, сама его еще будешь носить? А это вот у меня. Так, сейчас я как-то разложу и покажу. Вот так. Это что? Что это? Это что за моток, мам? Что это? Вот еще. Вот. Так. А как картопу связала? Органика. Вот такая пряжа. Так. Так. Хлопок. Может, тебе вот эти нужны? Сгодятся. Что ты там мне? Все, отдаешь. Бусинки? Да. А, это ты кофту, да, вяжешь. Тут звери. А это я вязала. Это я вязала, присылала маме и родным на Новый год, на год свиньи. Это вот 20-довин гуляш. Я с этим объединяю. Троицкая была вот эта троичанка и вот эта вот. Я ее объединяю и вон. Сейчас я покажу, что ты там. И дай мне Шурика. Я Шурика еще покажу. Это я как-то вязала, было дело. Вязала пупс. Хрюшу. Хрюшу показала. Хрюшу. Вот он. А вот Шурик. Пупс. В кедах. Маме его оставила. Когда мы переезжали, она говорит, оставь Шурика. Пусть он со мной останется. Ну вот Шурик живет с мамой. Он все сидел здесь. Вязание караулит. Покажу вам Шурика поближе. Да, я увлекалась. Уже, правда, давно это было. Вязанием вот таких пупсов. Мне так нравилось. Я вязала их прям очень много. У меня дома где-то двое остались сидят. Дарила на подарки. Они такие смешные. Сейчас я вам покажу, какой он без одежды. Прости меня, милый Шурик, но вот такой вот. Ну, это здесь у него все, все, все имеется. Ну, это, по-моему, я не знаю, одна из первых моих. Он уже, ему уже много лет. На самом деле, Шурик, он уже не малыш. Он такой уже Александр, так скажем. Поэтому, извините, Александр, я, наверное, вас сейчас одену снова. У него где-то еще кепка была. Надо будет у мамы спросить, где кепка. Ну, такие кеды. Вот такой вот Александр, Шурик. Мы когда переезжали, мама говорит, да ставь мне Шурика. Пусть Шурик хотя бы со мной останется. Вот Шурик с мамой и живет. Сейчас я вот это разложу и покажу. Вот, покажу. Мама спорит, говорит, не надо ничего показывать. Тебя я не буду показывать. Что ж ты так боишься? Не звезда она у меня, Ютуба. Но ничего, вот. Блеска не передается. Кофточки. Мам, чего тут? Это с пайетками. Эбби, да? Да. Шал Эбби с пайетками. Это она вязала себе кофточку. Цвет не передается вообще никак. Вот такой приятный бежевый цвет. Красивая такая кофточка. Надо пуговки до конца сделать. Зачем мам пуговки до конца? Так неудобно? Вот такая вот. Вот такой кардиганчик. Красивый. Ты его носишь, да? Нет. 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 Почему? Пуговки не надо. Пуговки надо. Ну, ну, доделать надо, значит. И носить. Так, дальше. Это толстая, которая. Cotton gold alize. Вот это вот. 300 с 7 метров. Кому-то, 330 с 8 метров. Вот такое платье. Это как мы с мамой связали. У меня есть такое зеленое платье. Я вязала из alize bahar. Она вязала себе из alize cotton gold. Да, там 330 метров, по-моему, в 100 граммах. Но это платье она носит. Красивый цвет такой. Спокойный. Спокойный цвет. Вот такая же модель, только другим рисунком. Да, сейчас. Брава вот этой. В Германии тоже нет. Алина Абель. Я у нее брала. Не знаю. Это ты сейчас вяжешь, да? Ну, я сейчас покажу, что ты там вяжешь. Не надо. Не надо? Ну, что не надо-то? Сейчас я дальше покажу. Год уже вяжу. В общем, вот такой процесс. У мамы на спицах. Сколько мам? Год, ты говоришь, уже. Она смеется. Она сидит, смеется. Ну, вот пропало желание вязать у человека. Это платье наподобие. Просто без, по прямой. Ты сказала, троичанка, да? Ее сейчас не выпускают. Не выпускают. И вместе она смиксовала с Катон Голд Файн. Слушай, ну, классное же изделие получится. Вот такой у нее уже тут перед. Тут довязать-то. Я так понимаю, что довязывать тут уже вообще мало. И довязывать-то никто не хочет. А вот цвет не совсем передается. Вот так вот, наверное. Такой интересный. Нет, никак. Не могу поймать. Никак не могу поймать цвет. Не могу я его поймать. Надо довязывать, мам. Оливковый. Оливковый, да, такой. Надо довязывать. Что ж, он лежит-то, бедный. Процесс-то этот. Ну, как? Лежит и говорит, бери, распусти. Распусти себе, говорит, свяжи. У меня рука вообще не поднимется, распусти. Тут довязать-то осталось. Что ж такое-то, мама? Рисунок взяла у Алены Абель. А что у Алены таким рисунком связано? Я что-то не помню. Красивый очень рисунок. Будет интересная модель платьишка. Так что давай, бери себя в руки и довязывай. Поняла? Вот это такое красивое платье. Оно связано этим... Ленточным кружевом связано. Такие интересные ты рукавчики тут сделала. Его она уже не носит. Да я его и не носила. Два раза. Красивое платье получилось. Из троицкой Алины. Это еще с того раза, как мы с ней ездили на троицкую конвольную фабрику. Набрали пряжи. Вот она из Алины связала. Нет, вот это платье нужно действительно вязать этим. Из хлопка. Ленточным кружевом. Ленточным кружевом. Очень красиво. Вот так показываю на кровати. Раскинула. Классное платье. Вот такое вот платье у мамы есть. Она мне говорит, возьми, распусти. Ну что-то как-то прям... Вверх прямо обрежешь. Ой, нет. Распустишь и... Очень жалко. Не хочет она носить его почему-то. Говорит, не идет. Не знаю, почему. У меня ленточка есть, мне на ледную косточку хватит. Красивые такие получили зигзаги. Я даже больше не буду брать. Ализа Дива? Ботик? Угу. Красиво. Стирала еще. Ну вот. Вот такая кофточка. Ирландским кружевом. Мама ее носила. Но она вот стала... Носила. Подсела, стала коротковатой. Ну, я ее вязала, в принципе, коротковатой с джинсовой юбкой. Угу. У меня маловато стало. Я поправилась. Ну, вот еще постройнейший. Ну, конечно. Что, конечно? Не, конечно. Не будешь никакой... Все стройнею стройнею. Ни в какой стройнеет не хочет. Красивая кофточка. Красивые вот тут цветочки такие. Вот такие вот красивые. Вот здесь ты сделала прям на этих местах. Цветочки. Цвет такой обалденный. Здорово. Так, сейчас спинку покажу. Вот она, спинка. Здесь фотографии нет. Где-то в джинсовой юбке и в этой кофточке. Ребята, я помню, что ты ее носила. Как она красиво выглядит. В общем, вот такая вот кофточка. Вот такой вот у мамы еще кардиган есть. Она его связала. Я так понимаю, чтобы ездить на природу, да, мам? Вязала она по мастер-классу. У Надежды все вяжу. Мастер-класс брала она. Это пряжа от NACO. Супер инси на рин. Здесь 25% шерсти, 75% премиум акрила. В общем, такая теплая вещица. Я уже сама его на природе, когда мы ездили, после крестин моего племянника. Я его тоже примеряла. Он тепленький и очень удобный. Единственное, мама говорит, что здесь необходимы пуговицы. Будет удобнее с пуговицами. Ну, вот такой вот кардиганчик замечательный. Мама связала. Вот такой у нее тут еще процессик лежит из Ализабелла. Ты хотела кофточку, да? Вяжешь, вяжешь вот эти вот пупырки. Снимаешь три петли на вот эту вот как я... Спомогательную спицу или что? Нет? Как они называются? Три петли снимаю. Три петли снимаю? Три петли на маркер? Обматываю три раза. Угу. Просто это маркер. И снова надеваешь? Снова надеваю и дальше поднимаю. Ну, потом... Ну, вот довязывай. Не знаю, говорит косит. Ну, вот так вот, если раскладываешь... Почему я так вязать стала? Нет, мам, подожди. Ну, я не особо-то вижу, что оно так прям косит. Вроде бы. Вроде бы и нормально. Вот так это раскладываешь. Я в шоке, почему было у меня косит. Ну, вот я вязала из Белла. У меня ничего не косило, но я вязала ажурную. Я пробовала от руки, но сейчас я не косила. Да? И стала вот так вот. От чего это зависит, не знаю. У меня не косило. Очень приятная в носке эта пряжа. Давай, довязывай. Нормально ничего у тебя тут не косит. Ты уже начинаешь выдумывать что-то, чтобы не вязать. Я вижу, смеются. Так что давай. Спицы в руки, хотела сказать, спицы в зубы и вперед. С песней. Вот это вот все. Мне везти домой. Меня муж из дома выгонит. Мама мне это все отдала. Говорит, что-нибудь свяжешь себе. Ну, это я да закажу и свяжу Мирошки. Повторный плед. Так как у нас мальчугану нравится именно такой. Да. А из этого мы что-нибудь что-нибудь мы придумаем. И вот это не смотришь. Нет, распускать не буду. Возьми, распустишь. Возьми, распустишь. И все. Вот это помери. В общем, ужас. Это забери. Это забери. Это распусти. Это все. Вот это уже не распустишь. И это у меня рука не поднимется. Это распускать. Это ленточная. Вот она вязальщица. Возьми, распусти. Нет. Нет.